Привет, дорогие друзья! Я подъехала к супермаркету, который называется Винко. В нем очень низкие цены, ну сравнительно низкие цены, потому что он принадлежит самим работникам этого супермаркета. Это an employee-owned company, то есть они акционеры сами, что позволяет им держать цены ниже, чем у других капиталистов, так сказать. А вот видите, арбузы уже в мае, это свежие сезонные арбузы, хотя, конечно, наверное, еще не очень-то и вкусные. Хотя арбузы вообще в Америке круглый год прекрасны. Так, вот баночка оливков. Давайте посмотрим, сколько стоит. Это такая 200-граммовая баночка, стандартная, 98 центов. А значит, в бишкеке она должна стоить от 80 до 100 сомов, не больше. А сколько она в бишкеке стоит такая примерно? Ну, там, наверное, оливки на развес продаются только. Вот виноград здесь в Америке всегда seedless, то есть он всегда без косточек продается, я не знаю. Никогда не видела, чтобы виноград был с косточками. Очень удобно делать салаты, ну и кушать, естественно. Так, я извиняюсь, что я очень анархично снимаю здесь в супермаркете. Вот лук разных сортов, потому что мне неудобно было снимать нормально, я как-то что-то водила телефоном туда-сюда. Вот картошка разных сортов, хотела вам показать, извините, очень плохо сняла. В упаковочках разных размеров есть картошечка, есть сладкая картошечка, которую я люблю очень. Вот она, сладкая картошка, ям называется, тоже есть. Вот пиццу я купила. Пиццы, это которые сделаны прямо в магазине, которые вот без коробок. Есть, конечно, множество пицц и в коробках. Но это такая свеженькая, ее положишь в этот Вова в духовку, и через 20 минут она готова, как будто домашняя. Ну, тут я что-то вожу телефоном по всяким соусам. Вот тут суши. Ну, конечно, магазин огромный, невозможно все снимать. В смысле, да и незачем, понятное дело. Но кое-что захотелось вам поснимать. И самое главное, я хотела показать вам тут вот морепродукты. Я хотела показать вам московскую колбасу с собором Василия Блаженного, что никто ничто московское, русское не отменял. Это моя тележка. Вот я купила еще лазанью итальянской фирмы Рана. Такая она, хоум-мейт такая, как домашняя. Ну вот еще грибочки мои любимые я всегда покупаю. Купила виноград и манго. Вот купила давно, не ели мы манго. И вот мой блю-чиз любимый я в этом магазине всегда покупаю. Сыр с плесенью, который замечательный. С красным венцом это просто виноград. А вот этот сыр и красное вино, это просто делишес. Вот она, московская колбаса фирмы Шмальц, что ли? Шмальц, да. В общем, это немцы в Нью-Джерси ее делают. Вообще они еврейские, ой, европейские продукты делают. Келбаса, видите, написано. Купила я палку колбасы такой московской. А вот хот-дог банс хотела показать, потому что у нас в Бишкеке их нету. Это очень удобно. Сосиську сразу засовываешь в этот бан, и все, и у тебя хот-дог готов. И гамбургеры дома можно делать. Вот я купила вот эти булки для гамбургеров, уже разрезанные. И поджариваешь котлету, они тоже готовы, продаются сырые. Поджариваешь и в эту булку, которая называется бан. И все, вуаля, гамбургер домашнего производства готов. Так же, как и хот-дог. Вот сосисик. Разнообразное количество. Я, конечно, ничего такого не ем. Ни сосиски, ни эти хот-доги. Но для сына, подростка, приходится покупать. Фарши разные. Я люблю покупать фарш из тюрки, индейки. Вот видите, ground turkey. Он нежирный и очень вкусный. Но такие замороженные вещи я обычно не покупаю, редко. Тут уже картошка такая готовая, знаете. Ее только подогреть или нагреть. Рыбки готовые. Рыбку я покупаю, которую я хотя бы жарю сама, тилапию. Вина. Это просто песня. Самые разные и самые прекрасные. Средняя цена вин примерно 10 долларов. Такая бутылка стандартная. От 7 до 15, вот так до 16. 7,99. Вот там, где зеленые этикетки удобно, это значит, цена снижена максимально. Коктейли маргарита такие продают. Тоже разных флейвор, с разных вкусов. Но тут алкоголь должна быть не выше 12 градусов. Водка, виски, коньяк и все остальное прочее. Это продается только в специальных liquor stores. Лицензированных. Но даже если покупаешь здесь пиво или шампанское слабоалкогольное, в супермаркете все равно будут спрашивать удостоверение, есть ли тебе 21 год. Самое смешное заключается в том, что у меня до сих пор иногда спрашивают это мой ID. о том, совершеннолетняя ли я или нет. Это просто потрясающе. Ну знаете, когда я только приехала, и мне было 40 с лишним, мне было смешно. И как бы я смеялась, благодарила за комплимент. Но сейчас уже, конечно, не смешно. Кажется, что они ненормальные, что ли, когда спрашивают. Потому что это все на усмотрение продавца. Если он считает, если он не уверен в возрасте, тогда он может спросить. Вот мы приехали в город Юджин на кладбище в честь дня Memorial Day, день поминовения, когда чтят ветеранов. Значит, пригласили Лесли вручить ей кое-что касательно анкла Лесли, в честь которого ее назвали. Это брат-близнец ее дедушки. Он умер в Первой мировой войне. Вот видите, в 1918 году. В возрасте 23 лет. Геройски погиб. Получил silver medal. Ну вот, как видите, он вручил Лесли копию медали, вот этой silver star. Они нашли точное место, где он погиб. Сделали вот такую карту. Это было во Франции. Америка все время, кстати, в Первой мировой войне и во Второй мировой войне воюют по стороне Франции. Ну, в смысле, во Франции защищает ее от оба раза немцев. Я не знаю, слышно или нет, я сказала, что и в Первой, и во Второй мировой войнах американцы больше всего отдавали свои жизни именно на территории Франции, защищая Францию. Возможно, это потому, что когда-то во время их войны за независимость, во время американской революции в 18 веке Франция была на стороне американских колоний в их борьбе против Великобритании, против Великой Англии, которая владела тогда этими колониями. Ну, вот с нами Эдвин Питерсон. Ну, вот оживленная беседа в связи с тем, что когда-то это кафе, где мы находимся, само здание, оно принадлежало семье Эдварда Питерсона, который сейчас разговаривает с этой новой владелицей, да, это было в сороковые годы прошлого века, и здесь было Кримери. Не ресторан, не кафе, а Кримери. Кримери – это молочная кухня, где производятся всякие сыры, там, творог, сливки, все, что можно сделать из молока, ну, и продают, соответственно, в магазинах и поставляют заказчикам. Вы должны помнить, Эдвина, по нашему видео о доме престарелых в Америке. Мы там навещали его, и вот в эту поездку он поехал с нами, потому что он долго жил в этом городе, и Лесли хотела повозить его по местам, как говорится, дорогим, любимым. Вот смотрите, флаг Украины в кафешке, в другой мы проезжаем, висит. И в этом городе, смотрите, фаехидранты, пожарные гидранты, они тоже выкрашены в цвета флага Украины. Вот здесь мое любимое место в нашем дворе, в заднем дворике, бэк-ярде. Под вот этим деревком, за этим столом я люблю сидеть, писать, смотреть лаптоп, слушать пение птичек. Когда есть время, конечно, и когда есть хорошая погода, потому что тут часто дожди у нас, как я уже говорила. Но вот все, что в саду растет, и как оно растет, это все досталось нам от прежних хозяев. Это был их ландшафтный дизайн. Вот эти кусты драдодендронов, другие цветы. И первые годы мы пытались справляться сами с сорняками и прочими вещами, там подстригать траву, да, но потом пришлось нанимать садовника, потому что иначе мы зарастали просто неприлично. А тут все-таки все эти кусты, все это требует очень тщательного, хорошего ухода. Как вы видели во всем нейборходе, как положено, да? Вот, трава тоже должна подстригаться каждую неделю. Дом этот принадлежит нашей американской семье. Они нам как родные, Макмилланом. Вот, мы переехали сюда в 2014 году из Нью-Йорка. и посчитали, что будет лучше скинуться. Мы скинулись, заплатили даунпеймент. И, как все американские дома, этот дом взят в аренду на 30 лет. Ой, не в аренду, а в ипотеку. Сорри. Да, и вот выплачиваем совместными усилиями. Ну, адапшн есть такое понятие в Америке усыновление. Мы как бы усыновили друг друга. Дэл намного старше Лесли. Он был мне как отец и моему сыну как дедушка. Да, я говорю о нем одновременно и в настоящем и в прошедшем времени, потому что он умер год назад. Но здесь вот он в этом доме прожил 7 лет. И мы никак не привыкли к тому, что его уже с нами нет. Поэтому я как-то вот так говорю. Ну, это вот он отец клана Вакмиланов. Видите, его фамилия здесь на табличке. Ну, и Лесли носит тоже его фамилию Макмиланс. Тут наши фамилии Букаши и Бексултанов для почты. А вот так вот мы совместными усилиями оплачиваем этот дом и живем как одна семья. Друзья, оставляйте лайки, комментарии и подписывайтесь.